Однако здравствуйте! В Одессе нацисты сожгли заживо больше 40 человек. Вот почему в Одессе жертв гораздо больше, чем за все время войсковой карательной операции в Славянске? Потому что безоружных людей жечь гораздо легче и приятнее, чем вооруженных. Даже легко вооруженных, тяжело вооруженных вообще жечь не рекомендуется. И нацисты это неплохо помнят. В то время как украинские нацики, прямо поощряемые киевским режимом, жгут людей в Одессе, а штатный агент Центрального разведывательного управления США Наливайченко руководит карательной операцией в Донбассе, в Вашингтоне Абаба и Меркель в очередной раз обсуждают, какие еще санкции можно применить к России за отсутствие бурной поддержки карательной операции против восставшего Юго-Востока. Если российское руководство не изменит курс, оно столкнется с увеличением платы. Равно как с растущей дипломатической экономической изоляцией. Если Россия будет продолжать следовать нынешнему курсу, у нас есть набор инструментов, включая санкции, которые будут нацелены на секторы российской экономики. Самая тяжелая санкция и самая дорогая плата, которую мы несем, это плата за лояльное политическое и экономическое сотрудничество с Западом. С этими самыми милейшими людьми. Плата за подключение к той неоколониальной модели развития, которая же уничтожила целые секторы российской экономики. Нашли чем пугать. Мы думали, что это циничные, но все же прагматичные партнеры, с которыми можно договариваться, исходя из их адекватности, хотя бы собственным, своим интересам. Мы ошибались. Это самонадеянные подонки, оборзевшие от многолетней безнаказанности. Безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. Вот единственная моральная основа американской политики. Историческая вина России в том, что с ней так не получается. Никогда. На Украине должна соблюдаться монополия государства на применение насилия. Об этом заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косянчич. Во как! А бедный Янукович тоже как-то с Украины. А Милошевич, Каддафи, Асад. То есть надо было сразу разъяснить, что монополия на насилие имеет только американские марионетки. Правда и с государством у них проблемы. Вот Ярош с Ашком Биллом это государство, А Аваков, пристреливший Сашка Билова как собаку, это тоже государство? А Коломойский, сколачивающий наворованные деньги карательные отряды, это государство? Ну, американский шпион Наливайченко, это уж точно государство, только какое-то другое. Вот мы и прибыли. На Украине, так же, как и везде в мире, должна соблюдаться монополия американского государства на насилие. Осталось донести эту ценную мысль до населения Украины. Однако не получается.